Брошенный окурок или пал сухой травы. Валежник вспыхнул моментально. Возгорание обнаружил лесничий. Это не реальный случай, а легенда традиционных весенних учений. Распространение огня пошло низовым способом по травянистой подстилке и была угроза населенному пункту. Лесничий, который обнаружил пожар, сообщил о случившемся в дежурную службу лесничества. В ожидании помощи приступил к тушению возгорания. К месту происшествия уже спешат лесопатрульный комплекс и сотрудники МЧС. Был вызван трактор с лесопожарным оборудованием, который провел локализационные действия, то есть проложил минерализованные полосы с целью провести локализацию данного очага возгорания. То есть дальше этой линии пожар не пойдет? Да, дальше этой линии пожар уже не пойдет, не будет распространяться. Горение локализовано и ликвидировано за считанные минуты. Все службы сработали слаженно и профессионально. Хотелось бы, чтобы навыки не пригодились, но на это надежды нет. Сообщения о возгораниях поступают ежедневно. Эти кадры были сделаны на минувших выходных в деревне Барки. Сезон пала травы открыт, вопреки закону и здравому смыслу. Люди не рассчитывают свои силы, думают, что смогут предотвратить, отжечь, вырастить свежая трава и тому подобное. Но не справляются, а огонь уходит. Огонь уходит и уничтожает все живое на своем пути. Потушить сложно, а вот предотвратить легко. Достаточно просто не поджигать сухую траву. 16 апреля в Одинцовском округе был введен особый противопожарный режим. Гулять в лесу можно, а разводить костры нельзя. Ограничения накладываются и на хозяйственную деятельность в населенных пунктах. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сумма штрафа для граждан составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юридических лиц до 1 миллиона рублей. Одинцовский округ к пожароопасному периоду готов в распоряжении лесничеств современная техника. Как автоцистерны, так и легковые автомобили, даже дроны служат на благо леса. Каждая машина укомплектована противопожарным инвентарем для первоначального тушения. Ранцевый огнетушитель, лопата, емкость для воды, топор, пензопила. Также у нас в распоряжении в землегородском филиале имеется один квадрокоптер для определения площади лесных пожаров. Для кого это сезон отдыха на природе, а для лесничих работа в режиме 24 на 7, патрулирование с воздуха и земли, чтобы не допустить непоправимого. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.